МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. Жизнь подарила. Сегодня отмечают Всемирный день матери. Дошел до скамьи. Готовится судебный процесс над вице-президентом скандального Волгокамского банка. Кто виновен в смерти десантника? Новые подробности гибели Виктора Калиничева. Этот день отмечают в Индии, Саудовской Аравии, Эстонии, а с 94-го года и в России. День матери стал уже традиционным праздником и прижился в наших семьях. Сегодня редкая женщина решается на второго ребенка, и уж тем более на третьего и больше. Но в Самарской области таких женщин много. «Мама» – первое слово, которое произносит ребенок, когда учится говорить. Сегодня в преддверии Международного дня матери чествовали самых добрых, прекрасных и заботливых. Благодарности и почетные знаки получили женщины, которые родили и воспитывают четверых, пятерых, семерых и даже десятерых детей. Для них лучшая награда – хорошая погода в доме. «Я хотела бы сказать очень нежное спасибо своему любимому супругу Владиславу за то, что 10 лет назад он подарил мне это счастье стать мамой». В регионе День матери отмечается с 1994 года. Поддержка материнства и детства – одно из важнейших направлений демографической политики. Детей рождается с каждым годом все больше. Сейчас в Самарской области 19,5 тысяч многодетных семей. В них воспитывают больше 62 тысяч детей. «Паспортана, доброта, душевность – вот что главное среди детств. Если мамы все это звучали, то вероятно, что дети будут хорошими, порядочными, успешными, очень-очень великами. Добрая мать, добрая бабушка – это основа, основа подрастающим. В этом году почетным знаком за рождение пятерых и больше детей наградили 94-х женщин. Воспитать ребенка непросто. Это ежедневный труд и ежедневное счастье – дарить любовь, тепло и показывать, какое оно огромное – материнское сердце. Марьяна Мирная, Алексей Золотенков. События. Четверть века на страже государственной казны. Работников налоговых органов поздравили с профессиональным праздником. Это они в ответе за пополнение бюджета России. А это зарплаты учителей и врачей, новые дороги, научные проекты, инвестиции и развитие экономики страны. В этом году государственная налоговая служба отмечает юбилей – 25 лет с момента создания. За это время Самарская область перечислила в бюджет страны более трех триллионов рублей. Для сравнения, на эти деньги можно построить 7 тысяч детских садов и школ. В штате налоговой службы по Самарской области работает больше трех тысяч сотрудников. Лучших из них губернатор наградил благодарственными грамотами, в том числе от Министерства финансов Российской Федерации. Также были отмечены коллективы нескольких на районах инвесторов. Исключительно важно, как работает налоговая служба, какие результаты работы. И от этого зависит не только зарплата учителя, врача, о чем сегодня говорилось. От этого зависит устойчивость страны. От этого вообще, в принципе, зависит, есть страна или нет страны. О привлечении инвесторов для строительства гостиниц к Чемпионату мира по футболу говорили сегодня на заседании Самарской губернской думы. Подготовка к главному спортивному событию идет по плану. Все объекты строят в соответствии с графиком. Парламентарии уверены, программа подготовки к Мундиалю будет выполнена. На заседании депутаты обсудили и ряд других, не менее важных тем. Что теперь грозит слишком шумным соседям и будут ли пенсионеры платить за капремонт? Ответы нашла Марина Кравцова. Все по плану. Первый крупный объект – реконструированный аэропорт Курумыч – уже готов принять болельщиков во время Чемпионата мира по футболу. В остальном подготовка тоже идет четко по графику. Это касается и спортивных объектов, и инфраструктуры. Стартовал масштабный ремонт Московского шоссе. В ближайшее время завершится строительство водопровода для стадиона «Самара-Арена». О ходе работ перед парламентариями губернской думы отчитался министр строительства Самарской области. В ноябре мы планируем ввести коллектор бытовой канализации протяженностью 1,1 километра. Второй объект мы введем в декабре – это водопровод. Строители самого стадиона укладываются в сроки. К 2018 году «Самара» должна полностью преобразиться. Это и строительство дорог, и инфраструктура, благоустройство города, новые спорт-объекты. И даже в непростых экономических условиях отказываться от запланированной программы не собираются. Сейчас в первую очередь будут вкладываться средства в те объекты, которые непосредственно необходимы для успешного проведения чемпионата мира по футболу. А в последующем, параллельно, с учетом возможных позитивных изменений в бюджете Самарской области, будут предусматриваться и другие направления. Депутаты Губенской думы обсудили ряд других важных вопросов. Одобрили повышение штрафов для нарушителей тишины в ночное и вечернее время. Поддержку получила и инициатива освободить от уплаты взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов пенсионеров, которым исполнилось 70 лет. Подобный проект закона есть и на федеральном уровне. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов. Оставить свой след в истории города хотят все больше частных инвесторов. Предприниматели за собственные деньги ремонтируют фасады домов. 11 зданий на улице Водников и 3 дома на улице Авроры приведут в порядок за счет частных инвестиций. 7 фасадов из этого списка уже отреставрировали, на остальных продолжают трудиться подрядчики. Глава Самары Олег Фурсов поручил городскому департаменту строительства и архитектуры активнее работать в этом направлении. В следующем году количество домов, отреставрированных инвесторами, может значительно увеличиться. Замечательно, что инвесторы появляются, которые добровольно по собственной инициативе ремонтируют фасады как исторических зданий, так и фасадов домов на въезде в город. Такая очень большая нужная работа, и она уже стала заметна нашим горожанам. Поэтому за предстоящий зимний сезон вам нужно работу активизировать по привлечению инвесторов. За налить на крышах будут отвечать районные администрации. Глава города принял постановление, где четко прописано – работы по содержанию крыш организуют районные власти, исполняют управляющие компании либо собственники зданий, а отвечает за работу конкретный человек. Это необходимо, по словам первого зама главы города Владимира Василенко, не столько для того, чтобы знать, кого наказать, а чтобы предупредить в случае схода снега с крыш. Работать надо на опережение. Это необходимо и в уборке снега, отмечает Владимир Василенко на совещании в департаменте ЖКХ. Если синоптики обещают снегопад, дворники и спецтехника должны быть в боеготовности. На рабочем месте обязаны находиться и руководители служб, невзирая на день недели и время суток. Вы до апреля месяца метеозависимые люди. Это касается и руководителей управляющих компаний, и это касается руководителей замглав районов. Как только забрежил, пошел снег, все, ваше рабочее место. Возрождение из руин. После долгих лет запустения детский сад поселка Радиоцентр вновь открывает двери. Находится он совсем недалеко от строящегося к чемпионату мира стадиона. Это и определило его особенность. Здесь воспитывают будущих спортсменов. Непростую историю этого детского сада расскажет Валерия Макарова. Вот наша группа. Смотри, какие столики, стульчики. Трехлетний Степа присматривается к новому детскому садику. Особенно ему понравились кровати. Уже выбрал ту, на которой будет спать. Детский сад в поселке Радиоцентр возродили буквально из руин. История у него долгая и начинается она в 1953 году. За это время здесь воспитали несколько поколений. Я сама ходила в этот детский сад, ты и мама моя ходила в этот детский сад. А теперь сынок пойдет. Эти фотографии для Любови Аколевой не просто архив, воспоминания о молодости. Она пришла сюда воспитателем в 19 лет и отдала садику полвека. Правда, тогда он выглядел совсем по-другому. Была одна маленькая группа и отдельно стоящий домик. Там не было отопления, было печное отопление, воду брали из колодца. В 2002-м садик закрылся. Здание долгое время пустовало. На его восстановление ушло почти 50 миллионов рублей. Сегодня он может принять 150 детей. Для них и спортзал, музыкальный класс, игровые. Мы занимаемся по программе от рождения до школы. И у нас детки, когда выпускаются в школу, имеют достаточно большое внимание. Благодаря правильно выбранным приоритетам, благодаря поддержке губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина, нам удалось только в городе создать около 18 тысяч новых мест в детских садах. Если мы откроем до конца года еще два новых детских сада, то можно сказать, что проблема очередности для этой возрастной категории будет полностью решена. К началу следующего года в России должна быть ликвидирована очередь в детсады для малышей в возрасте с 3 до 7 лет. В Самаре эта проблема полностью решена в пяти районах города. С начала года в городе создано более 2000 мест. Кроме того, ведется проектирование новых дошкольных учреждений. Для них подбираются земельные участки. Валерия Макарова, Константин Головин. События. 80 лет с молодежью. Самарский дворец детского и юношеского творчества отмечает юбилей. В 30-е годы здесь сосредоточилась культурная жизнь куйбышевских школьников, а сегодня располагаются лучшие творческие коллективы города. С воспитанниками и воспускниками дворца пионеров встретилась Алина Чемерес. На юбилей дворца пионеров его выпускник, почетный гражданин Самарской области Виктор Сойфер пришел в двух галстуках. Один из них пионерский. Рассказывает, заниматься во дворце начал, когда ему было 10. И именно детское увлечение авиамоделированием определило его профессию. Здесь же научился фотографировать и увлекся краеведением. До сих пор помнит, как с товарищами ходили в походы. Полотенце мыло, белый зубной порошок и вперед. Ну и ночевали, где попало, там на сеновалах, там или там, где, если были палатки. И как-то в дождь мы попали и под дождем ставили палатку. Оказалось, что ровно по этой дорожке коровы идут на водопой. Ну вот такая была смешная история. Центром детского воспитания дворец пионеров стал в 1935-м. Куйбышевские школьники обучались музыке, рукоделию, занимались в кружках технического творчества. За 80 лет отсюда выпустились 300 тысяч ребят. Лучшие традиции воспитания молодежи здесь сохраняют и по сей день. Выборы увлечений воспитанников не ограничивают. Во дворце детского и юношеского творчества танцы, военно-патриотический клуб, рисование, театральная студия. Творчеством занимаются более трех тысяч ребят. Очень нравится атмосфера, очень нравятся преподаватели. Очень приятно приходить заниматься. И так как это было собственное решение, то есть никто не подталкивался к этому, естественно, стараешься ездить на все репетиции, успевать на все занятия. И это всегда приятно. На юбилейном торжестве преподавателям Дворца детского и юношеского творчества вручили награды за вклад в воспитание самарской молодежи. А юные артисты подарили свои выступления в первую очередь почетным гостям, а не в первых рядах, у которых приняли творческую эстафету. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, События. На скамье подсудимых в ближайшее время окажется вице-президент Волгокамского банка Олег Назаров. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. По версии следствия, в июне 2013-го банкир незаконно заключил кредитные договоры с директорами нескольких фирм без их ведома и перечислил на их счета 275 миллионов рублей. Затем вернул деньги обратно в банк, присвоив из указанной суммы, как говорят следователи, более 180 миллионов на основании расходных ордеров на других граждан. Кроме того, было заключено 29 договоров с физическими лицами на общую сумму более 550 миллионов рублей. Также заемщики о данных кредитах не имели представления и впоследствии денежные средства путем банковских операций были возвращены, в связи с чем финансовая отчетность банка была повышена и банк в какое-то время не признавался банкротом. А сейчас коротко о других темах дня. Центробанк принял решение приостановить деятельности сразу четырех кредитных учреждений. Это Связной банк, Балтика, Нотобанк и Самарский ипотечно-земельный банк. Все они имели офисы в Самарской области. В отношении ипозембанка такое решение принято из-за неисполнения законодательства. Что касается Балтики, по информации Центробанка, кредитная организация была увлечена в проведение сомнительных транзитных операций, в том числе по выводу денег за рубеж в крупных объемах. На территории промышленного района Самары будет установлен карантин по бешенству. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора. Поводом стало заболевание кота в одном из домов на улице Шверника. Это уже второй случай выявления инфекции за неделю. На улице Фрунзе в Самаре рухнула скульптура Буратины весом 300 килограммов. По мнению сотрудников литературного музея, бронзовый мальчик стал жертвой вандалов. Тем более, что это уже не первый случай нападений на арт-объект. Теперь статую направят на реставрацию. Она займет около двух недель. Работники учреждений рассчитывают получить от жителей города информацию, которая поможет установить вандалов. 30 тысяч рублей в месяц победителю конкурса «Учитель года России». Региональный парламент рекомендовал правительству установить денежное поощрение для педагогов, ставших лучшими в стране. Предлагается выплачивать деньги в течение пяти лет. В 2015 году «Учителем года России» стал представитель Самарской области Сергей Кочерешко. Российские ученые изобрели таракана-шпиона. Микротерминатор получился длиной в 10 сантиметров и способен развивать скорость до 30 сантиметров в секунду. Конструкцию разработали всего за полгода. Робот повторяет не только внешний вид, но и повадки таракана. Внутренности маленького киборга состоят из сотен миниатюрных деталей. На нем можно скрепить видеокамеру, и тогда насекомое сможет шпионить. И все-таки это был поджог. Речь об автомобиле Виктора Калиничева, зампредседателя Союза десантников. К такому выводу пришли следователи. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемых пока нет. Напомню, в 3 часа ночи 13 ноября Калиничев увидел, как полыхает его авто и попытался самостоятельно потушить огонь. Выбежав из дома к горящей машине, он открыл багажник. В этот момент оттуда повалили клубы дыма. Калиничев потерял сознание. К моменту приезда медиков главный десантник Самарской области был уже мертв. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога». В настоящее время сотрудники органов внутренних дел проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. 10 человек задержано, почти 30 литров алкоголя изъято. В Самарскую баню, расположенную в переулке Репина, с проверкой нагрянули полицейские. Как выяснилось, не зря. Там нелегально торговали алкоголем и живым товаром. Кроме легкого пара, предполагают оперативники, здесь можно было встретить и девушек легкого поведения. О подробностях спецоперации Павел Баймаков. В этой бане, что в переулке Репина в Самаре, до недавнего времени предлагали не только попариться, но и отведать спиртного сомнительного качества. Нелегальная торговля алкоголем – это изначально и стало причиной проверки заведения. Видно, что кустарным способом, вот он прожженный в некоторых местах, то есть перегретый, видимо, то есть не соблюдена технология усадки данного колпака. Визуально признаки определенной контрастфактности, они присутствуют. Документов, подтверждающих качество алкоголя, как и лицензии на продажу в заведении не оказалось. Тем не менее, администратор, она же бармен спиртное, отпускала без лишних вопросов. Знаете, что торговать алкоголем без разрешения нельзя? Ну, я насчет разрешения не могу, вам сказать. Они просили, я им продала свою бутылку. Вы давно работаете? Я три месяца. За незаконную торговлю алкоголем предпринимателю грозит крупный штраф, а вот за организацию проституции придется ответить по статье Уголовного кодекса. В момент проверки в заведении находилось несколько девушек. Я не отсюда. Откуда вы? К Челябинске. Цель приезда сюда? Я проездом. Я, если честно, приехала погреться. За деньги не продавалась. Погреться приехали и эти трое мужчин, которые представились таксистами. По их словам, какие услуги, помимо традиционных, оказывали в бане, понятия не имели. Зато полицейские уже составили для себя примерную картину. Было установлено, что администратор бани вызывает клиентам девушек, которых привозят специально обученные люди. Девушек они оставляют клиентам. Эти девушки были установлены. Они дали соответствующие показания в отношении лиц, получав организующих этот нелегальный бизнес. В отношении лиц, получивших денежные средства за оказание интимных услуг, избрано административное наказание в виде десяти суток ареста. Данные лица сейчас находятся в спецприемнике. Владелец заведения так и не появился. Кто он, сейчас выясняют полицейские. Павел Баймаков, Константин Головин. События. Как решить конфликт в школе? Оспорить результаты ЕГЭ? Вступить в наследство? На эти и другие вопросы самарских школьников отвечают эксперты школы права. Она открылась на базе Дворца детского и юношеского творчества в рамках проекта «Правовое бюро». Для учеников старших классов разных школ города уже провели два занятия. Первое ознакомительное провела уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Татьяна Козлова. Второе посвящено вопросам безопасности на дорогах. Только по итогам этого года в области произошло 300 ДТП с участием детей. Чаще всего подростки нарушают правила и перебегают дорогу в неположенном месте. Прежде всего это переход улицы в неположенном месте. Это движение на красный сигнал светофора. Это переход опять же в неположенном месте при близ расположенном пешеходном переходе. В общем это наиболее традиционное нарушение правил дорожного движения. А теперь время новостей спорта. И я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит вы смотрите самарские новости спорта. В Самаре стартовал чемпионат страны по боксу. Крылья Советов победили серебряного призера премьер-лиги. Крылья Советов прервали серию. Из-за одних поражений удача улыбнулась им в Москве. Самарская команда победила ЦСКА. Первый тайм с серебряным призером премьер-лиги прошлого сезона закончился нулевой ничьей. Во втором галкипер армейцев Игорь Акинфеев дважды доставал мяч из сетки ворот. Дубль на счету Адиса Яховича. Третий выстрел с пенальти в створ ворот и спортивный снаряд попал в перекладину. Не повезло Алану Чочиеву. В итоге 2-0. Победа Крыльев Советов на выезде. Волжане поднялись на одну строчку турнирной таблицы премьер-лиги. Они 11-е. Лидер ЦСКА. В Самаре проходит чемпионат страны по боксу. В разгаре предварительные бои. Мы чемпионат России проводим уже третий раз. В 2000-м, в 2004-м, вот и сегодня очередное большое мероприятие. У нас есть спортсмены, которыми гордились, пожалуй, все мальчишки, которые занимались боксом или просто занимались спортом. Такими спортсменами, как Василий Шишов, чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы, Олег Саидов, двукратный олимпийский чемпион. И этих людей на самом деле знала вся страна, вся молодежь нашей страны, да и не только нашей страны. И сегодня у нас будет биться 14 человек, 7 из которых в составе сборной России уже сегодня. Биться за право стать чемпионом России и биться для того, чтобы поехать на Олимпийские игры Рио-де-Жанейро. Сборная Самарской области уже потеряла на ринге половину состава. Турнир проходит по Олимпийской системе, то есть после поражения даже в одном поединке спортсмен покидает чемпионат. Пока за титулы лучшего боксера России путевку на мировое первенство продолжают сражаться Илья Кузнецов и Василий Веткин из Новокуйбышевска. Сухроб Сидиков из Сызрани, Михаил Пекарский и Максим Шереметьев из Безинчука и самарец Тимур Пердамов. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал Самара ГИС в кабельных сетях города, читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова